Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, общественный активист и руководитель объединения велосипедистов Вестерус Ильинекс у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот я думаю, что для тех, кто любит всё-таки проводить свою жизнь, так можно сказать, частично хотя бы ехать на работу или отдыхать на велосипеде, для них скоро начнётся благодатная пора, несмотря на то, что всё-таки зима время от времени напоминает о себе, но мы понимаем, что весна неминуемо приближается и всё-таки я знаю, что вы постоянно поднимаете тему вообще улучшения инфраструктуры как таковой для всех, для пешеходов, для автомобилистов, для велосипедистов, но, естественно, в том числе и для велосипедистов. Вот как на сегодняшнем этапе Рига выглядит в этом отношении? Давайте обозначим, может быть, с этого начнём. Ну да, если сравнить, как вообще развивается, ну, я смотрю как, ну, например, на 90-й год все были в одном уровне Литва, Эстония, Словения, Чехия и так далее, ну, конечно, не совсем в одном, но всё-таки довольно близко, то пока Рига развивается очень-очень медленно в этом отношении. И несмотря только на велосипедистов, и на пешеходов, и на общественный транспорт. Ну, конечно, общественный транспорт у нас намного лучше, чем в Вильнюсе, но всё равно, какие планы есть развити, как состоит ситуация, да, то не очень-то красиво, не очень хорошо. Ну, что, если посмотреть, 90-й год, прошли 30 лет, прошло, да, что у нас есть? У нас есть вело, какая-то дорога по тротуарам вместе с пешеходами до Иманты и дальше Юрмалу. Это знаменитая дорожка, да. Дорожка Рубикса, да. И потом есть чего-то в сторону Бридомс Музейс, югу, но тоже там мост Вэфа вообще никакой, да, там нету. Ну и чего-то есть, в 5 улицах есть велополосы, но тоже в центре города. И это всё. Ну ладно, есть променада и так далее, немножко чего-то есть. Ну, вопрос такой, можно человек из Пурциемса, Плявники, Балдырая, в сторону Мару, Пезепния, Калнс, приехать в центр? Нет. Значит, если, ну, представьте ситуацию, если был ли в Риге у автоводителя 5 дорог, кто-то передвигался машиной, это глупо было бы, а куда ехать, да? То же самое есть с велосипедистами. То есть они понимают, что дальше они только маленький кусочек могут проехать? Ну да, и тогда толку нету, да. И потом вопрос, где поставить велосипед? Потому что велопарковок очень мало, и посмотреть на улицы Тарбатас и Брунинек в том регионе, да, там велосипед везде прикованный, да. И значит, но количество велосипедистов увеличается. Но несмотря на то, я смотрю на это всё довольно позитивно, потому что я понимаю, что если до этого как-то в Риге не вышло очень хорошо ситуации, я стараюсь с другой стороны. Мы состоим тоже как обнение велосипедистов в Латвии, как член Европейской Федерации Велосипедистов. То есть есть такая европейская организация, да? Да, она находится в Брюсселе, она очень сильная лоббирующая организация, и очень много всяких законодательских проектов, не только проектов, но уже в силу, которые уступили, они уже идут через Европу к нам. То же самое политика климата, это же транспорт. И там в первую очередь пешеходы и велотранспорт. Так что Рига хочет, не хочет, я бы сказал, заставит. А то, с другой стороны, мы должны будет платить большой штраф, и не только штраф, это тоже инвестить и остальное. Всё не придёт сюда, потому что везде развиваются те города, где впервые инфраструктура для пешеходов, потому что пешеход тот человек, который оставляет деньги. Машина, велосипед деньги не оставляет, машина не разрабатывает деньги, человек зарабатывает деньги. Если человеку нет возможности подойти к дверям, где можно оставить деньги, зайти в дом, так нету толку с денег, да? Вот это очень хорошая тема, вы затронули. Ну, был мир города Блумбергс, который сейчас идёт на выборы в Америке, он был миром в Нью-Йорке, ну, биллионер, не миллионер, а биллионер. И у него есть такое хорошее, как он сказал, если город построить для автомашин, то в городе будут жить машины. Если город построить для людей, тогда в городе будут жить люди. Очень просто, и так и есть. Это то же самое, что я упомянул насчёт деньгах. Так что самое главное – это человек, а человек – пешеход. Даже те, которые едут на машине, они до машины идут пешком. Те, которые едут на троллейбусе, они до остановки идут пешком. Поэтому 100% мы все велосипедисты, в том числе все пешеходы. Если для пешеходов нет нормальной, хорошей, качественной инфраструктуры, то никак. Да, вот очень хорошо, что вы затронули по поводу пешеходов. Я знаю, что вы тоже были живым свидетелем. Закрытие вот этих превращений на один день, на одну субботу, вот такой пешеходной улицы. Сначала это было, по-моему, Термотес. Термотес, первая, да. Вторые сказали, это просто замечательно, что вот мы погуляем, тоже пройдем по этой улице пешочком. Третьи сказали, что не очень хорошо, поскольку мы там сами живем, проблемы с подъездом, с выездом и так далее. Другие еще говорили о том, что было бы хорошо, чтобы больше всяких раз возможностей было. Конечно, да. Если мы закрываем, чтобы была торговля, чтобы были какие-то культурные события, может быть, это надо больше делать не зимой, а весной и летом. Вот как вы ко всему это относитесь? Действительно ли вы тоже сторонник, что периодически какие-то улицы в центре города закрывались для таких вот, для пешеходов? Как вы все это воспринимаете? В Риге вообще нет улиц пешеходов, таких типичных. Есть какие-то маленькие промежутки. В старой Риге что-то есть, да. И то там машины могут ездить практически всюду. Поэтому говорю, что нет улиц пешеходов. Есть какие-то маленькие квартальчики, ну, например, на Берго-Базарс. Да, вот это для пешеходов. А как улицы с одного конца до другого, даже такие улицы, как Юрмали, есть Йомес улицы, которые пересекать, возможно, на машинах, но не по улице. А Юрмали по Йомес улице даже не разрешается велосипедом. В велосипеде, да. Ты должен сойти с велосипеда. И это правильно, потому что пешеход главный. Да, с великом можно по другой улице. Если хочешь, нормально. Там есть две параллельные, пожалуйста. Да, пожалуйста. Так что, если быстро надо, то по параллельной. Пожалуйста, Лена, Юра, вперёд, да. Да. Так что уже есть примеры Латвии. И в Кулдыге тоже самое есть. И почему такие улицы делают? Вообще-то в мире делают из-за экономики. Главное, из-за экономики, потому что тоже, когда только что закрыли улицы Блаумане, вообще там, извиняюсь, Тербатес, да, там ничего на улице не было. То, что было, те кафе, те магазинчики, то и остались. И большинство всех магазинов, кафе, все остальные сказали, что у них примерно 30% вырос оборота за этот день. Сравнению, как было до этого, да. Значит, за 30%, ну это же много. Конечно, там было какие-то магазины, где продают холодильник и так далее, да. Ну, конечно, у них по-другому, потому что, ну так, машина не заехать, не купить холодильник, да. Но это, конечно, это сейчас эксперимент, это же все можно решать, и за границей все это нормально решает, да, как можно. Вот купил холодильник, ну, конечно, поедет машина и загрузит, да. И, но вообще-то надо это не просто так сразу закрывать улицу, надо это планировать. Если в планах города было изранее, что будет такая пешеходная улица через 5 лет, человек, который захочет открыть свой магазин, где продать мебель или холодильников, ну, конечно, не будет открыть на этой улице или рядом с этой улицей, да. Поэтому, ну, мы же планируем свою жизнь, да. Так что все, это можно нормально сделать. Вот это очень тоже важное замечание. Вот те рижане, которые, может быть, давно не были на отдельных центральных улицах, к примеру, на Бриюбес, когда они после долгого перерыва там бывают, они с удивлением узнают, что там фактически эта улица опустела от предпринимателей, то есть от магазинов и так далее, что, в принципе, понятно. Проблема с парковкой, прежде всего, да, и постепенно все это затрачивается в этих больших, огромных торговых центрах, и такое ощущение, что центральные улицы вымирают. Вот как быть, что с этим делать, вот как вам кажется? Там очень простое решение. Мы делали несколько лет тому назад, исследовая насчет улицы Чака. И история выглядит очень такая интересная. Ну, представьте себе улицы Чака. По-моему, такая самая неприятная улица в центре. Да. Она как туннель, и в будущем она будет, если так пойдет вперед, будет как туннель с выбитыми окнами. Почему? Потому что, ну, представьте себе, человек там живет. Можно он нормально открыть окно на улицу? Может. Может. Может, но там все будет в пили. Шум. Может он детскую коляску занести в пятый этаж? Нет. Нет. А засунуть в лифт? Нет. Нет. Где оставить детскую коляску? Нигде. На улице, да? Во двор. Там есть какой-то сарайчик качественный? Нет. Те, у кого есть маленькие дети, об этом сразу задумываются. Ладно, дети уже не маленькие, хотя дети уже идут в третий класс. Вы чувствуете, как родители себя так безопасно, третий классника отправить в школу одним? Пусть он один идет через улицу, чакат там, а что там? Ну, нет. Родители боятся. Дети не боятся, они уже не понимают в таком возрасте. Но родители боятся его пустить. Можно в дворе, в этого старого дома поставить свою машину? Нет. Нету места физической. Можно поставить велосипед? Ну, нету велопарковок, нету сарайчика с крышей. Можно ставить какие-то санки или этот… Ну, все равно что. Нет. И что получается? Улица в чакат – самая большая проблема не то, что нету парковок, то, что неприятно идти пешком в магазин, потому что шумно, неприятно, пыль, вода, брызгается, лужи, ну, все-все-все это подряд, да? И поэтому, если спросить, ну, у тебя объект, пойдем чай выпить от чака, там нормально, на улице можно посидеть в кафе летом и так далее. Куда чака? Ну, нет, ну, там же неприятно же все, да? И вот эта неприятность, она психологическая. Никто туда не хочет идти покупки делать. И это тоже понятно, потому что неприятное место. И что получается? Единственные почти процентуальные, единственные люди, которые там идут что-то покупать, это те люди, которые живут в двух кварталах от какого-то магазина. И когда он идет с работы домой, значит, с пяти до семи кто-то там чего-то покупает. Ну, от такого оборота магазин не может никак не выжить, да? И поэтому получается так, что очень много магазинов там идет под банкрот. Владелец имущества этого большого старого здания, в котором можно вкладывать большие деньги, он ищет нового, пока он найдет нового, тот пока сделает ремонт, у него только минусы все время. И когда, что человек делает, ну, как-то ремонтировать-то надо, денег-то надо, он увеличивает аренду тем, которые живут в этих квартирах. И тогда человек понимает, подожди, что у меня есть? Почти ничего. Но плачу такие же деньги, за которые я могу позволить себе брать кредит и подстроить дом в Марупе. Деньги такие же. И у меня будет свой дом, будет место, где поставить свою машину, свой велосипед, свой грилд поставить, и дети могут свободно там в траве лежать и спать, да? Ну, за те же деньги. Конечно, там в Марупе получится дороже, в конце концов, все надо, и газон косить, и так далее. Но человек, он готов платить больше, чтобы почувствовать, что он свободный, и он сам король своему имуществу. А то его нету центра. И поэтому центр вымирает из-за чего? Из-за машин. Из-за машин, которые очень агрессивно, шумно и так далее, маленькие узкие улицы, и вымирает бизнес. И все. Потому что человек, если он может приехать качественно, быстро, общественным транспортом в центр, он бы поехал. Потому что машину нельзя все равно поставить. Ну ладно, ты сказал, что нету парковок, Чака. Ладно. Ну параллельные улицы есть. Вот есть параллельные, да. А на Чака что надо делать, чтобы на Чака можно было остановить машину возле магазина? Что? Ну как делать инфраструктуру? Полностью поменять все придется. Ну а что поменять? Потому что, ну ладно, один дом, ну который в Чака, ну там можно возле каждого дома примерно 4 машины поставить. Больше не поставишь. Ну из-за этого будет бизнес? Нет. Нет. Бардак все равно побольше будет, да? Да. У пешеходов будет приятнее? Нет. Значит можно, что можно делать? Можно построить под домом многоэтажную автостоянку. Ну такие варианты есть. Можно, но это очень большие инвестиции. Это миллионы. 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 За одну парковку, да. Никогда ты деньги не отобьешь. Поэтому просто брать, как сказать, как такой шаблон машину и посмотреть, как можно с машиной на улице Чака, ответ никак. Реально никак. С пешеходами можно? Можно. С велосипедом можно? Можно. И поэтому машина – неправильное решение как таково на улице Чака. И из-за транзита вымирает, если хочем какую… Ну, по идее, посмотрим, какая архитектура на улице Чака. Классные дома старые, да? Да. Там можно было туристы пойти и так далее. Но это не… Каждый дом – историческая ценность. Конечно, да. Вот мы сейчас во второй части поговорим о таком событии неминуемо, которое на нас надвигается. Это неочередные выборы в Риге. Может быть, для затравки такой первый вопрос в этой теме вам задам. Нет у вас опасений, все-таки у вас большой политический опыт, что поскольку это марафон, всего два месяца, если отнять пасхальные выходные, около восьми недель, и что отдельные партии такого популистического толка начнут просто заниматься таким, как я говорю, аукционами аукционами, соревнованиями, кто больше чего пообещает. Кто-то скажет, бесплатный проезд всем жителям Ригиска, а другой скажет, нет, бесплатный проезд всем жителям Латвии, пускай каждый, кто в столицу приезжает, все едут бесплатно. Третий скажет, нет, мы пойдем дальше, и те, кто воспользовался общественным, мы будем доплачивать, прямо деньги будем выдавать. Ну, я утребую, но в принципе нет такого… Да. Нет таких опасений, что будет то же самое, что примерно, как было, помните, на выборах 7, 3 по 500, там все министерства сократим, это сократим. Всем зарплаты повысим и так далее. Я думаю, что такое есть и будет, но то, что мне нравится уже в этих выборах, что очень поменялась тема, потому что предыдущие выборы были «давай лупить Нила». Выборы до этого – то же самое. Да, «долой Нила», примерно так это было. Да, а какое это другое предложение есть? Нет, просто выкинем его. Нет, то же самое, что и первое. Ну, подожди, ну, ладно, убьем его, застрелим, утопим, ну, все сделаем, что надо, да. А что дальше? Тихо. Все, ответа нет. Тишина. Да, и поэтому то, что сейчас уже немножко поменялось, хотя бы чего-то обещает. Ну, например, мне очень понравилось, что один уже пообещал, что будем посадить миллион деревьев. Да, это мне очень понравилось. Интересно, а кто будет пересчитывать? А я скажу, а я посажу 2 миллиона деревьев. А знаешь, что уже Рига Смейджи сейчас делает? Миллион триста. Значит, он пообещал на триста тысяч меньше, чем уже садит сейчас. Уже миллион триста, да. И поэтому, ну, вопрос не в этом, да. Вопрос в том, что поменялась политика, но на что она поменялась? Все-таки на нас, если посмотреть, что эта шведская девушка начала эту тему продвигать, глобальное утепление, то она, якобы мы в Латвии так, ну, вот, не было ли тут большие такие парады, что такое в этой сфере, ну, чего-то маленькое было, да, якобы прошло через Латвию. Не прошло. Вот на эти выборы уже зеленые темы начинаются как первые. Вот посадим деревья, тут уже вела инфраструктура, вела дорожки, все это уже почти как первые вопросы у всех. Но это все-таки хорошо, что хотя бы люди понимают политики, что надо что-то делать, а не просто ломать. И это действительно реальный вопрос, который волнует режим. Да, но вопрос в том, понимают ли те, как это надо. И толка от этого какого. Потому что, ну, давайте посадим еще в парк Кронвелл, да, ну, сто тысяч деревьев. Ну, тогда парка больше не будет, да, в центре исторического, архитектурного, да. Ну, так нельзя. Даже, чтобы посадить дерево, надо понять, что идея и как. Да, так что, ну, это и есть, что говоришь, что будет такие, что давай бесплатно и то, и то. Но поэтому мне это не нравится. Это направление мне не нравится и никогда не поддерживает такое. Надо обещать конкретные дела, которые можно сделать. Об этом чуточку попозже. Вестусселенник с нас в студии. Не переключайтесь. Еще раз добрый день, Вестусселенник с нас в студии. Я думаю, что те, кто следят за новостями, наверняка знают, что Вестуссенник был одно время очень активным участником вот зеленой партии, партии зеленых. Сейчас, я так понимаю, все-таки вы поддерживаете ГКР, это честь служит Риге. Вот все-таки, как вам кажется, будет ли и после этих выборов какие-то красные линии, сейчас они вообще, это модная тема, хотя, казалось бы, в Риге, ну какие красные линии, какая идеология. Вот мы сейчас полчаса предыдущих говорили о том, велодорожки, дома, стоянки, ну, наверное, дальше мы можем продолжать еще говорить, но мы не говорим о какой-то идеологии. Вот как, на ваш взгляд, как дальше это будет политическая ситуация складываться? Ну, есть некоторые партии у нас, которых все равно есть эта политика, да, и поддерживает все ограничения, я бы сказал, против себя, потому что если ты сам строишь забор, ты находишься за забором. Ну, это как санкции, одновременно ты вводишь, вроде против других, но ты же и против себя тоже их вводишь. Ну да, вокруг себя построили стены, чтобы меня никто не нашел, типа, да, ну не найдет, точно не найдет. Не найдет, да. И поэтому, ну, думаю, что надо немножко как-то различать. Всем парламент – это один уровень, другая политика, а все-таки город – практические вопросы, практические дела, которые надо решать. И тогда возникает вопрос, если дорога, улица идет русскую школу, не будем ее ремонтировать? Наверное, нет. Ну, это же глупо, да. То же самое, ну, какая разница, все они наши дети, да, русские, латыши, украинцы или грузины, они наши, рижане. Если они патриоты нашего города, значит, они наши. И там не надо, по-моему, никак смотреть на это дело, просто надо делать, да. И поэтому я с такими, ну, даже не хочу ничего вместе сделать, если они сами так считают, да. То есть это тупик тогда был. Ну, так тут тупик, да. Ну, нет, там нет такого сообразного разговора, логичного, да. Там любая тема уже находит какого-то виновного в чем-то, да. Ну, так построить город нельзя, невозможно, да. Вот тоже такой вопрос, который вызывает массу таких дискуссий. Вот бюджет Риги – миллиард с копейками, ну, будем говорить, один миллиард. Вот звучит вроде, что, ой, это какие-то фантастические деньги, неужели миллиарда нам не хватает на все дороги, что привезти в порядок на все мосты, все здания и так далее. А вот действительно, вот на ваш взгляд, миллиард – это много, или для Риги это всё равно мало? По-моему, это много, если вот целесообразно использовать. И то, что, по-моему, в Риге мне не нравится до этого, мы очень… Если так посмотреть, людей становится в Риге меньше, инфраструктуру строим больше и больше. Для кого? Значит, для других, чтобы они смогли приехать в Ригу. А рижанинам, что от этого улучшается, да. Мы просто содерживаем эти улицы, их надо сразу ремонтировать и зимой снег убирать и так далее, да, всё. И поэтому деньги в эту уходят очень много. А мосты, ну, по-моему, то, что вот до этого Рига как-то не смогла понять эту, как использовать лучше рейл-болтик. Я бы сделал совсем по-другому. Если посмотреть, что все мосты, маленькие эти пар воды. Да, путиповоды. Да, которые, ну, вот Даглова, Зэмитана, Брасос, Вэф, все они в критическом состоянии. Всех их надо ремонтировать. То, например, Вэфовский мост длиной примерно, ну, грубо, наизусть не помню, ну, 260 метров, ну, 300 метров. А ширина железной дороги под мостом только 30 метров. Если мост снести и все эти мосты снести, тогда вообще не надо их было ремонтировать. Ну, конечно, как, ну как, там же железная дорога, как мы будем? Когда вот сейчас строят Риал-болтик, надо было всю эту петлю железной дороги, которая, петли вокруг центра, просто под землю закопать. И я бы, как рижанин, был готов… То есть, это типа, что а-ля какой-то разновидность метро? Да. Ну, низкий туннель, неглубокий, низкий. Неглубокий, да. Ну, только что бетонная плитка сверху, ну, так, грубо говоря, да, в каком-то месте. И представь себе, что… Это бы уменьшило и пробки, и вообще комфортно, быстро, удобно. Ну, как, ну, сейчас улица Гетрудес в одном конце, это центр, в другом там бомжийская скачка. Да. А почему? Потому что железная дорога посередине. Это Гетрудес, да. Казалось бы, да. Это тоже рядом же, да. И так вокруг Долговского стадиона можно было по любой стороне заехать в центр. Пробоков вообще не было, да. И, конечно, это стоит довольно большие деньги, но тогда я смотрю дальше, но если это под землёй, тогда, ну, конечно, под Долговой тоже надо туннель. Но в наше время это не очень-то дорого. Как строятся такие туннели? Это просто как гофринная труба, которую утопить. И потом… Это не миллиарды. Это намного дешевле, чем мост. Намного дешевле, да. А сейчас, что получалось, что наши архитектуры, архитекторы сказали, что вот новый Реал-Балтика мост, который будет пересекать Долгов возле старинного, качественного, исторического, почти юнекского железнодорожного железнодорожного моста, он не может закрыть, выйд на этот красивый старый мост. Значит, железная дорога будет… мост железнодорожный через Долгу будет тонкий, как бумага сделан. Можно. Инженеры всё сделают. Но это стоит дорого. Очень дорого, да. Очень дорого, да. Значит, если посчитали бы, что стоило бы поставить железную дорогу под землю, и что вот сейчас будет… И плюс всё равно надо ремонтировать все эти моста, которые упомянул. Все, всё равно. Значит, дешёле было за те же деньги, как… И сверху была, получилась бы такая окружная центр, где можно было садить дерево, машины объездную делать центр, круг вокруг центра. Там же, где железная дорога, снизу железная дорога, сверху машины, да. Плюс всё остальное. И сейчас вопрос, кто хочет жить возле железной дороги? Поднимите руку. Никто. А возле какой-то улицы, где можно аллеи сделать, променады и так далее? Любой. Даже там выше стоимость имущества, да. И рыга стала бы зарабатывать. Сейчас как? Груз сейчас идёт на Кревусало. Через центр. Само через центр. Да. А если было под землёй? Ну, пусть идёт через… Куда он хочет, да. Сейчас Торникова, он запланируется… Ну, не сейчас, но по плану развития города Торникова, новый автовокзал. Это в рамках «Райбултик». Нет. Нет. Автобусный вокзал. Да, перенести в Торников. Да. Возле которого есть санкции Торникова уже сейчас, да. Как? Вопрос у меня такой. Как оттуда попасть в центр? Я хотел спросить как раз. Ну, вот. А сейчас никак. Сейчас ещё хуже. Всё будет через Каменный мост, где уже места нету, да. А тогда было… Ну, по-моему, как я эту картину вижу? Если железная дорога снизу, то по старому историческому железнодорожному мосту можно было пустить трамвай. А с одного автовокзала в другой. И сразу там автостанции «Рейл Балтика», сразу центральный рынок, сразу центральный автовокзал, центральную станцию. Ну, логичнее было. И пробок меньше везде. И вот это и есть то, что мне не хватает у Риги, что Рига ставит до этого все такие планы на 4 года. Нет такого стратегического мышления, да? Потому что, посмотри, ну, когда… В истории Рига когда поменялось? Ну, это было, когда Рижский дворец построили. Ну, так. Потом, когда снесли старые… Если мы будем радикально, то, да. Да. Потом, когда Куфолс начал планировать рижские красивые парки, все как инфраструктура парков и так далее. И тогда было 70-е, 80-е, которые новые микрорайоны, когда построили Иманта, Пурция, МЗП-ный аккаунт. В Золь-Туды. В Золь-Туды. Вот тогда было такое, ну, глобальное развитие города. А после этого ничего. Ну, построили Южный мост. Ну, это один объект, да? Ну, глобального развития нет. Да. Вот еще такой вопрос, который я хотел задать. Все-таки всегда ведь, наверное, это вопрос приоритетов. И сейчас, когда идет предлубленная кампания, кто-то говорит о том, как могло так случиться. Ну, может быть, это правильный вопрос. Почему, не знаю, ремонтировали школы и детские сады, но не ремонтировали там дороги и мосты? Вот эти противопроводы, которые в ужасном состоянии, как будто никто не знал, да, что их там 50-70 лет не ремонтируют. Как вообще такое могло получиться? Это все-таки, на ваш взгляд, какое-то неправильное планирование? Или просто так исторически сложилось, что вот на это выделялось деньги, эти деньги осваивались, а на дороги, которых нужно постоянно латать, говорили, «А, какая разница, все равно каждый сезон, все равно там дырки образуются». Там есть плюс и есть и минус. По-моему, эту ситуацию надо было хорошо использовать. То, что старые мосты, старые дороги, старые школы, это понятно, там никто не виноват, да. Но как это вместе составить? Ну, например, жители опять, да, в Риге становится меньше, школ строим больше. Для кого? А вообще-то не для рижанин, потому что все, которые уехали в Риге, Марупе, вокруг Стопени, ну, везде, вокруг Рига это кольцо, да, эти самоуправления не успевают построить школы для своих детей. И поэтому все родители везут этих детей в Ригу, делают пробки Риги, оставляют плохой воздух в Риге. Конечно, когда человек сидит в пробке, он не работает, он не зарабатывает, а просто идёт минус. И поэтому глобальная экономика Латвии у нас очень… Цифры показывают, что очень медленно и плохо работаем. Не то, что медленно и плохо работаем, мы просто в машинах сидим. Мы тратим время не на работу, а на что-то другое. Да, да. Когда ты должен в один конец почти час, потом с работы почти час. Сейчас вот два часа ты убиваешь минимум времени. Ну да, а за неделю, это один рабочий день, ты просто сидел в машине. Просто так, да. Да, и в этом в Риге не очень-то виновата, но в Риге виновата в том, что в начале передачи говорили на счёт улицы Чака, почему люди убегают из Риги, да. Но из-за этого Рига виновата. Но сейчас, когда они убежали, Рига больше не виновата, да. Но что Рига могла бы делать, что делать за границей? Ну, та же Дания, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм. Та ситуация убила везде. То, что началась такая автократия, что все должны везде попасть на машине, это было везде в мире. Но вопрос, как они решили, а мы из этого учимся или нет? И мы не учимся. Не учимся. И вот это самая главная проблема, да. Так что это ничего нового. Но я бы сделал по-другому. Ну, подожди, но если ты хочешь своего ребёнка везти в центр, ну, общественный транспорт надо сделать лучше. Это раз, во вторых. Он должен быть намного быстрее. Вот, когда вы будете встречаться с избирателями, всё-таки вы будете, как представитель честь служит Риги, то, наверное, часто вам будет задавать вопрос очень важный. И, кстати, его задают и наши специальные службы, которые не могут подъехать к домам многоквартирным. Я вот недавно там был в гостях, я в другом районе живу, вот поехал в гостях, редко там очень бываю, многоквартирный дом в Плявнике. И вот там как раз проезжала скорая, ну, фактически нельзя не только где-то припарковаться там вот этим специальным службам. Они даже протиснуться не могут, потому что машины стоят по вот этой узкой дороге по двум сторонам, да, сами машины не могут разъехаться и парковаться, просто негде. Что с этим делать? Я предлагаю систему, не просто что-то так просто, да, тоже моя инициатива, которая сейчас с государственной дорогой Латвии плюс Министерство транспорта в этом году будет сделать новый государственный стандарт, будет называться примерно этот стандарт, но это название пока еще не ясно. Ну, хотя бы это примерно. Судя этого, жилые, где Амазона? Ага, жилая зона. Жилая зона, у нас есть такой синий знак, где домик, дети там гуляют по улице и так далее, 20 километров в час, ну, эти есть территории, да, и в чем нам, у нас сейчас в Риге проблема, например, вот хороший пример, возле Лайма с Пулкстеной, с Макдональдс, с Кульцкой, все мы знаем, да, там такие колумбы бетонные, ну, для тебе они, ну, типа, хорошее дело, чтобы перекрыли улицы колумбами или нет, по-моему, кажется, ну, правильно, ну, как, а то на машине кто-то заехал, да, а юридически Памятику на машине прямо бы заехали, да? Ну, они поставлены там логично, я бы так сказал, но по закону не разрешается на улице, посередине улицы камень поставил, ну, ты что, на улице, на… То есть, они фактически нарушают закон? Да, но сделано-то правильно, значит, закон надо менять, и не Колумбия с ней сделает. Не Колумбия, да, не Фомбия. Ну, дороги, цивил леком не разрешается на дорогу чего-то ставить, там огромный штраф. Ну, представь себе, я поставил такой же, не знаю, Колумбу на Юрманское шоссе, ну, по идее, никакой разницы шоссе или улица, но вообще-то есть разница, разница есть в том, что за эта дорога, это шоссе или это жилой квартал. И сейчас, чтобы можно было всё это красиво, качественно, юридически сделать, должен быть такой стандарт. Но это моя идея, сейчас будет этот стандарт, но в этом году ещё не получится, но в следующем году… Но это, в принципе, позволит каким-то образом разгрузить эти внутриквартирные дворы? Да, потому что будут логичные варианты, как это делать, а то, если я еду каждый день домой на своей машине и ставлю, как не надо, то для ни у кого нет юридических аргументов, почему так нельзя делать. Ну, кроме того, единственное, что надо оставить 3 метра, чтобы пожарники могли проехать, ну, ладно, это единственный вариант, но это не улица, это не улица, на улице нельзя ставить, а это почти как частные территории, тем более эти территории принадлежат не Рижскому городу, муниципалитету, не все, потому что они как копии по шумсу, эти уже частные. Это же то же самое, что ты пришел в мой дом и начал тут регулировать, где я должен свою машину ставить, ну, подожди, это моя территория. Это, кстати, очень хорошее замечание, может, очень многие к нам на радио звонят и говорят, что вот как же так, вот у нас вот в этих во дворах их не ремонтировали 60 лет, там уже такие колдобины только на тракторе, невозможно даже подъехать. И потом, когда мы там начинаем выяснять, выясняется, что вот эта территория… Частная. Частная, принадлежит третьим лицам, а самоуправление не имеет права по закону вкладывать деньги в частную собственность. Да, так и есть. И не только каким-то третьим лицам, тем же самым, которые владельцам квартир у них… Своя доля. Своя доля, да. Но там хватает одного человека, который против чего-то и всё. И ничего не происходит. Да, ничего не происходит. Это говорит о том, что надо законы, видимо, тоже менять. Да, в законном… Ну, там, знаешь, что ещё есть? Если общественный транспорт намного лучше и есть хорошая вилла с инфраструктурой пешеходной, просто создается вопрос, а мне надо ли вообще машину? Для чего мне машина, чтобы поехать 4 километра на машине в центр, там платить за машину, за стоянку и всё остальное, да, платить все обскотость и все страховки, всё. Надо ли мне? Возникает вопрос. А сейчас у человека нельзя так сказать, нет, ты на машине не поедешь. Потому что есть у многих ситуации, что машина самая логичная. Особенно, когда дети… Вот наш радиослушный написал, что ему было бы в трамвае и на велосипеде неудобно звонить клиентам и договариваться, потому что у него работа такая. Да. Он тоже постоянно висит на телефоне. Конечно, в машине, особенно, когда идёт дождь, он сидит даже по Bluetooth, сейчас удобно, техника идёт вперёд, со всеми договариваются. Офис на колёсах. Конечно, ему это удобнее делать, чем кричать на весь трамвай про свой бизнес или на велосипеде. Конечно. Понятно. И не надо просто сразу тоже думать, что «а что мы все на велосипедах сейчас?» Нет, все нет. Например, на Стокгольме они сделали исследование, если 20% жителей Стокгольма поедет на велосипедах, пробок не будет. И так и стало. А все остальные могут ехать на общество на машинах. И нету просто проблемы. Ну пусть едет человек на машине. И то же самое, но все парковки, которые должны быть возле железнодорожных станций вокруг города или близко города. Человек, например, из Уолайна, из Ялгавы и так далее, он, возможно, там поехал на машине до автовокзала в Уолайне, ну, в Огро или куда-то. И потом он поездом в центр, а центр там просто брал свой велик или сейчас уже электрический этот скутер. Скутер, да. И поехал 2-3 километра быстро на работу и всё, порядки. Да ему не надо машину, не надо пробки стоять, парковка. Быстро, удобно. Но главное, что а где есть возле вокзала парковка велосипедов? Нет. Ну и сейчас, надеюсь, на Риэл-Болте, когда будет реконструкция вокзала, тогда и планируется. Это тоже уже поставили план. Очень много звонков, но успеем, может быть, принять хотя бы один. Добрый вечер, слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер, Саверий. Да, пожалуйста. Очень интересно было, конечно, послушать передачу. Вроде как заявлено было одно, получилось другое. Но, тем не менее, тема важная. Хотелось бы всё-таки узнать, где мы могли бы давать свои предложения о размещении дорожной разметки, например. В каких-то моментах дорожного движения, которые были бы обсуждаемы в том числе, да, и применимы в жизни. Понимаете, то, что количество автохлам, которое в Торцине у нас стоит, это очень интересно. Но хотелось бы всё-таки какое-то конструктиво. Спасибо всего доброго. И хотелось бы ещё вот какой-то момент подметить. Почему водители, велосипеды, имеющие водительские права, должны отвечать по закону значительно строже, нежели водители велосипедов, которые… это сегрегация этого допускания. Отвечу. Я начну со второго вопроса. Со второго, да. Со второго. Почему? Это не Латвия придумала. Это уже всемирная, это европейская. И в Европе есть такая Венская конвенция по дорожному движению, которую подписала Латвия, Россия и очень многие, но Америка, по-моему, не подписала. Там другие законы, да. И что она гласит, что… ну, самый главный – это человек, это пешеход. Втором – велосипедист. И если посмотреть человек, пешеход, то там также разделено, что маленькие дети и старые люди. Даже так, да. И автоводитель должен делать всё, чтобы не создать какие-то проблемы для этих мозаис-саргаты. Да, этих менее защищённых участников дорожного движения. Да. Плюс есть, когда человек, если просто… ну, посмотрим со стороны терроризма хотя бы, ну, так маленькие нюансы. Кто опаснее? Грузовиком кто-то, автомашиной, с велосипедом или пешком? Конечно, грузовик. А потом любая легковая автомашина, да. С другой стороны, который больше делает загрязнение? Автотранспорт или велосипед, или пешеход, да. Кто лучше идёт в пользу здоровья? Автотранспорт, пешеход, велосипедист. И так мы можем сойти всех сторон. Кто занимает меньше мест, для которого нужна дешевле инфраструктура? Опять пешеход, велосипедист и так далее. И когда надо получать права для автомашин, те же самые критерии, что получать оружие. Это во всём мире. Во-первых, все доктора, психушку надо и все остальное. И даже правило дорожного движения написано, что автоводитель должен сделать всё, чтобы кто-то другой не смог пользоваться их транспортным средством. То же самое, что насчёт оружия. И когда я просто иду с пистолетом по улице, у меня возникает вопрос, а куда он сейчас? Я так стрелял, он как будто прибежал кто-то тогда. Но даже такой вопрос не создаётся. Если у меня оружие, я потенциальный убийца, потенциальный. Даже я его не применил. Да, но я потенциальный. И поэтому то же самое насчёт автомашина поставлена в всех законах. И я повторяюсь, это идёт не из Латвии, это во всём мире, что принцип, что если у тебя это оружие есть, ты должен соблюдать так, чтобы не делать ничего с другим плохого. И поэтому эти пешеходы и велосипедисты, они поставлены как выше, что их нужно больше. И тогда было… Ну, представь себе, если в Голландии все ехали на машине. Там ответ какой? Никто там не ехал, все сидели в машине. Вообще невозможно, физически, физик не позволяет. И поэтому они сделали очень большие инвестиции общественный транспорт и велотранспорт, потому что это становится возможным и плюс намного-намного дешевле, плюс здравоохранение системы и всё остальное. Вот эти нюансы, которые поставили… Почему эти приоритеты? А на первую часть вопроса… Первую часть, да, совсем мало времени. Первая часть, это не то, что я говорю, что просто надо было так. Я тоже создавал, моя затея была такая, и работает группа рабочая под ЦСДД, где участвует Государственная дорога, Рижская дума и остальные. Сейчас уже договорился с министром транспорта, что эта рабочая группа будет работать под министерством, значит, уровень намного выше. И в прошлом году уже мы прошли 40 вопросов, всяких нюансов. То есть, так можно влиять на ситуацию. Да, и решаем вопросы. Я бы сказал, что из этих 40 вопросов 38 уже согласовывали, что идея хорошая, толковая, делаем. Вот, кстати, могу сказать, что есть в Риге эти АПКМСБ, трибос, вот эти общества Окраин, кстати, с которыми, насколько я знаю, и бывший мэр Буров активно работал. И это тоже возможность напрямую предлагать всякие разные варианты, как улучшить дорожную инфраструктуру, подъезды к домам. Пожалуйста, если у вас есть идеи, через эти общественные организации делайте это. Просто, конечно, сидя на диване тоже можно сейчас с помощью интернета кому-то отправить письмо счастья, но, в принципе, лучше участвовать во всех этих организациях. Хороший пример. Вот сейчас Беринь и Марупы, мы вместе с Рижской думаем, сейчас договорились, будет парк, уже проект сделан и так далее. Ну, потому что в обществе и на организации тоже мы участвуем, это мы сделаем. И для этого не нужно там… Работать надо. Работать надо, да. Это после работы ещё надо работать. Да. Вот это не все могут. Ну, да. Веста Сулина с нас в студии, и большое спасибо. 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 Спасибо.